Здарова народ! Судя по вашим комментариям, отзывам, лайкам, просмотрам за предыдущий ролик по модному приговору, мы решили на этом не останавливаться и продолжить эту рубрику на еженедельной основе каждое воскресенье. И когда мы создавали прошлое видео, мне сразу вспомнился один офигенный фрагмент из одного старого-старого фильма. Я надеюсь, вы оцените и поставите лайк только за этот фрагмент, потому что он, как никто другой, подходит именно под эту рубрику и показывает, как плотно готовятся Широ и Вика к следующему ролику. Вопрос на засыпку. Че лучше смотрится? Твоя пистолет с высокими кроссовками? Или вот этот УЗИ с обычными? Ладно, одену вот эти. Поскольку на этой неделе в РДР не добавили никаких вещей и вероятнее всего не планируется их выход на следующий, так как датамейнеры не обнаружили ничего в коде игры, Мы переходим к резервному плану нашей рубрики и будем показывать наши старые сеты, которые заслужили отдельного внимания. Итак, приступим. В нашем дискорд сервере была опубликована запись с вариантами косплея для нашей рубрики, за что мы хотим выразить отдельную благодарность на куман.экзэ за вдохновение. Нам понравились три варианта костюма, но путем голосования мы выбрали один и дополнили его. Это косплей на Хитмана, как вы могли заметить. На мужском персонаже нет вариантов, которые могли бы сойти за современные пиджаки, так что нам пришлось импровизировать. Мы сделали не каноничный костюм, а скорее более редкую его вариацию – Хитмана в плаще. Что касается женского персонажа, как известно, женские и мужской гардеробы в этой игре несколько отличаются, из-за чего будут некоторые отличия в самих костюмах. И тут есть более подходящие вариации верхней одежды. Итак, сейчас мы озвучим все части костюма, цены на которые по традиции вы увидите на ваших экранах. Общая стоимость костюма оценивается в 270 долларов на женский персонаж и в 200 долларов и 1 голда на мужской персонаж. Спасибо огромное за создание этого ролика Шира, Тотал Блэк и Девил Госту, за то, что они позировали, покупали, тратили деньги, делали проходки. Давайте теперь по порядку, что за что. Значит, штаны женские, кабрера, стоят 38 долларов. Штаны мужские, строгие брюки, стоят 30 долларов. Бутсы мужские классические туфли, стоят 80 долларов. Женские сапоги Брэнхэм, стоят 92 доллара. Галстук длинный и обязательно красного цвета, стоит 13 долларов. Джак мужской полевик, стоит 1 голду. Женские свободное пальто с заплатками, стоит 78 долларов. Далее мы одеваем рубашку французскую или альтернатива для нее, это повседневная рубашка, за 5 долларов. Перчатки с манжетами черного цвета, за 42 доллара. По традиции, пояс и кабуру выбирайте на свое усмотрение, так как агент 47 не ходил с нечто подобным, и Дикий Запад нам не позволяет это сделать. Более того, мы не можем воссоздать кольц, которым он ходил, но мы знаем, что он был серебряного цвета, и мы это сделали для косплея. Тут также по желанию. Куда можно использовать этот костюм? Этот костюм можно использовать в соло-игре спокойно. Американская европейская аудитория, она 100% заметит этот косплей, и может быть кто-то что-то даже скажет в чате. То есть этот костюм никак не входит в антураж того времени и выделит вас из толпы. Таким образом, получается, что для стиля банды он тоже подойдет, и можете спокойно его использовать. К сожалению, создать точные копии костюма нам не позволяет игра, но на наш взгляд у нас получилось сохранить стиль всеми любимого агента 47. Напишите в комментариях, удалось ли нам максимально воссоздать этот знаменитый образ. Всем спасибо за внимание и до встречи!